В эфире служба новостей Саров-24 в студии Константин Перевозчиков. Здравствуйте, смотрите сегодня выпуски. Юные изобретатели. Во второй гимназии прошли занятия в рамках проекта Облачная школа инженерного образования для младших школьников. Остров Саров. В художественной галереи открылась выставка Юрия Шпаковского. Ласковые и своенравные. Ушистые и глоткошерстные. 1 марта в России отмечается День кошек. Далее расскажем обо всем подробно. Собрали модель электромобиля будущего. В гимназии номер 2 прошел открытый практический урок проекта Облачная школа инженерного образования для младших школьников. В процессе инженерного практикума под руководством опытных наставников школьники собственными руками собрали инженерную игрушку. Свои силы в сборке моделей автомобилей попробовали и педагоги. Подробности далее. Проект Облачная школа инженерного образования для младших школьников реализуют с декабря прошлого года. Он затрагивает 10 школ в разных городах Нижегородской области. В числе школ-партнёров – 2-я гимназия школы номер 17 и 13 нашего города. Ученики этих школ в течение года под контролем организаторов проекта будут создавать различные игрушки с электросхемами. Чтобы у них уже такое мышление, способствующее физике, математике и инженерному творчеству, формировалось с детства. Всего детям в рамках проекта предложат сделать 6 моделей. Первой игрушкой, которую собирали школьники, стал автомобиль, который работает от заряженной батареи. Эту модель уже собрали ученики 13-й и 17-й школ. Теперь пришла очередь гимназистов. Там небольшая, несложная цепь, небольшие связи. Она динамичная, и поэтому нравится детям. И родители должны тоже посмотреть, как мы видим вот эти вот… Хотя есть разные направления. Есть направления электроники, есть направления механики. И все, конечно, направления должны быть попробованы. Школьники с энтузиазмом включились в процесс, разбирали комплект, подключали батарею. Кому-то требовалась помощь, а кто-то быстро собрал свою машинку. Сложно было скреплять два провода и надеть мелкие детали. Такие мероприятия нужны детям для того, чтобы они научились работать с мелкими вещами и больше делать что-то руками, чем просто машинами и готовыми предметами пользоваться. Попробовать свои силы в конструировании машинки смогли и педагоги. Они с увлечением собирали свой образец, крепили провода, а потом запускали маленькие автомобили. Мы, как обычно, думали, что будет немножко спешновато слушать лектора, но оказалось, что это практическое занятие с действующими моделями. В общем, вспомнили детство, вспомнили уроки физики. В течение года в Сарове пройдут еще несколько занятий в каждой школе партнеров. Ребята и педагоги будут собирать похожие модели корабликов и машинок. Авторы покажут, как на одной и той же электрической схеме можно сделать самые разнообразные проекты. Планируется, что в дальнейшем учителя смогут применять полученные знания на своих занятиях. В художественной галерее открылась персональная выставка саровского художника Юрия Шпаковского. В экспозиции под названием «Остров Саров» представлены его новые работы, а также знаменитая серия рентгены. Впервые зрителям представлена вся композиция слоны в том виде, в каком ее изначально задумывал автор. На открытии выставки побывала наша съемочная группа. Царь-бомба на фоне ДК – железная дорога, проходящая через башню, дом со шпилем на набережной. Все эти образы родились в воображении Саровского, художника Юрия Шпаковского. Дословно, понятие сюрреализм можно перевести как совмещение сна и реальности. Это направление искусства не соответствует общепринятым стандартам. Его основная движущая сила – желание художника показать иное отношение к реальности. Сюрреалисты, они сразу выплескивают. То, что получится, они сами не знают. То есть в этом был дополнительный интерес. То есть их творчество больше было направлено на самих себя. Юрий Шпаковский не выставлялся в Сарове 20 лет. Первый после длительного перерыва экспозицию автор назвал «Остров Саров». Логически ее можно разделить на три части – сюрреалистические картины, композиции «Слоны» и знаменитая серия «Рентгены». Графические изображения на черном фоне сам автор называет философией в картинках. Это графика, стилизованная под рентгеновский снимок. Это придуманная такая игра. Причем такая игра с двойным-тройным смыслом. Композиция «Слоны» состоит из семи фигур. Юрий Шпаковский называет их игрушками для больших мальчиков. «Слоны» выполнены из различных, порой даже неожиданных материалов. Приглядевшись поближе, в них можно разглядеть телефонную трубку, утюг и другие детали, которые, благодаря фантазии автора, создают целостный и неповторимый образ. Не случайно говорят, что работы творческого человека – они внутренний мир. Вот на этой выставке, пожалуй, как никогда внутренний мир художника проявляется и открывается. Персональная выставка Юрия Шпаковского пробудет в художественной галерее до конца марта. В Нижегородской области стартовал прием заявок на областной конкурс «Предприниматель года». Конкурс пройдет по восьми номинациям. Поддержка бизнеса, стартап, наиболее эффективно развивающиеся компании в сферах агропромышленного комплекса, производства, торговли и высоких технологий, социальной ответственности и благотворительности. Разместить материалы на конкурс «Предприниматель года» можно в электронном виде на портале «Поддержки предпринимательства». Другая важная информация в подборке коротких новостей. Во второй поликлинике изменились номера телефонов. Как сообщили в пресс-службе КБ номер 50, с 1 марта дозвониться до регистратуры можно по номеру 95262. Для вызова врача на дом необходимо набрать 95252. Связаться со специалистами единого колл-центра можно по телефону 95577. Кинозал городской художественной галереи приглашает соровчан на примеры документального фильма «Каналетто» и «Искусство Венеции». Это видеоэкскурсия в жизни творчества выдающегося итальянского художника, который одним из первых начал осваивать городские пейзажи в классической живописи. Большую часть своих работ он посвятил родному городу. Показ очередного фильма из цикла «Арт-лекторий в кино» состоится 7 марта. Начало в 6 часов вечера. Билеты в кассе галереи. Анастасия Седова завоевала бронзу международных соревнований. В австрийском Зейфельде продолжается чемпионат мира по лыжным видам спорта. В последний день зимы девушки разыграли медали в эстафете 4 по 5 километров. Российская сборная в упорной борьбе стала бронзовым призером соревнований. Часть страны на мировой лыжне защитили Юлия Белорукова, Анастасия Седова, Анна Нечеевская и Наталья Непряева. Победу в эстафете одержала команда Швеции. Второе место у сборной Норвегии. Пушистые, капризные, ласковые и своенравные. 1 марта в России отмечается День кошек. Одних из самых очаровательных и прекрасных творений природы. Кошки весьма необычные создания. Мистические, загадочные, вдохновляющие. Мы знаем о них, казалось бы, так много и в то же время не знаем ничего. Кошка всегда способна удивить, даже после многих лет совместной жизни. У многих дома живут кошки, и каждый может рассказать про них особую историю. Осторожно, у нас в доме котенок. Он был такой маленький, что я его еле нашла. С записки, оставленной мужем на столе, началась 20 лет назад история кота Баси в семье Гудковских. Александру тогда было 4 года, и два юных создания быстро нашли общий язык. Когда родители были на работе, мы очень часто с ним играли, по дому бегали, весели-весели. С возрастом характер Баси изменился. Сейчас он стал более покладистым и степенным. А когда кот был помоложе, у него был очень бойкий нрав. В семье его прозвали кот и пес за невероятное сочетание в нем кошачьих и собачьих повадок. Иногда бывало, знаете, на незнакомцев бросался, но как бы со своими всегда был очень ласковый, добрый. Бывало, еще притаскивал там с улицы всякую, дичь голубей притаскивал, гордый такой. Смотрите, может, что поймал. 20 лет для представителей семейства кошачьих считается возрастом долгожителей. Сейчас все внимание хозяев сосредоточено на своем любимом питомце. Его балуют и очень трепетно заботятся, чтобы облегчить его старость. Пытаемся, не знаю правильно или нет, угождать его приходом по поводу кормежки. Конечно, кормим тем, что может быть не очень полезно, но когда ему нравится, даем. С возрастом и вкусовые пристрастия Баси изменились, и он стал более ласковым. Теперь все чаще сидит на коленях, любит, когда его гладят. Ну а если хозяева заняты, можно и на батарее погреться, где ему заботливо положили подстилку. Это радость, это радость. Это такая большая радость. Это просто, я не знаю, даже вот его гладить, вот. Ну, очень ласково, очень какая-то преданность, совершенно животное. Все понимает. Бумы называют кошкиным домом. Кроме Баси, кошки здесь буквально на каждом шагу. Это различные статуэтки из разных уголков мира. Текстильные кошки, которые сшила Татьяна. Большая часть этой коллекции сейчас находится в музее народной игрушки на выставке. Тринадцатый городской конкурс учащихся оркестровых отделений детских школ искусств Сарова собрал талантливых саксофонистов, флейтистов, виолончелистов из детской музыкальной школы имени Балакирева и детской школы искусств. Накануне ребята достойно прошли конкурсные испытания. Заслуженные награды детям вручили на традиционном галоконцерте, на котором юные музыканты, удостоенные звания лауреата, исполнили свои лучшие номера. София Лебедева играет на виолончели уже третий год и неоднократно принимала участие в различных творческих состязаниях. Как призналась девочка, во время прослушивания на городском конкурсе она очень переживала, однако на галоконцерте почувствовала себя гораздо увереннее. На конкурс София подготовила три композиции. Одна из них – романс Ареста Евлахова. Он медленно певучий и в нем самое главное – это очень медленно вести смычок. Свою долю наград забрала детская школа искусств. Один из ее учеников, Георгий Глинов, стал лауреатом первой степени. Мальчик исполнил на саксофоне романс Глиера и танго Вилолде. Я четыре года учился играть на саксофоне. Я очень долго готовился к этому конкурсу. Спасибо большое моим преподавателям и моему концертмейстеру. Я рада, что я победила. Любой творческий конкурс всегда вызывает волнение не только у исполнителей, но и у их педагогов и родных. Ребенку, выступающему на сцене, важно видеть, что родители его поддерживают и гордятся его успехами. И вы знаете, когда мы вчера видели, как волнуются родители, присутствующие в зале, как они переживают за своих детей и настраивают их на хорошее выступление, конечно, это вызывает и радость, и ребята, очень большую гордость за ваших родителей, потому что они-то точно понимают, зачем вам это нужно. Победители городского конкурса отправятся на всероссийский конкурс учащихся оркестровых отделений детских школ искусств городов Росатома. Он пройдет в лесном в дни весенних каникул. Очередной шаг к покорению музыкального Олимпа. Воспитанница детской школы искусств Анжела Доронина стала лауреатом международного конкурса Starway. Сначала в Нижнем Новгороде, а затем в Москве. Юная вокалистка представила на фестивале музыкальные композиции в нескольких номинациях и завоевала главный приз международного конкурса. Подробности в следующем репортаже. Анжеле Дорониной всего 12 лет, а за ее плечами уже более десятка всероссийских и международных конкурсов. Девочка-участница проекта «Голос дети-2», лауреат международного конкурса «Роза ветров», а теперь еще и победитель международного конкурса Starway в Нижнем Новгороде. Анжела стала лауреатом первой степени сразу в пяти номинациях – современная музыка, ретро-патриотическая эстрадная песня и композиции на английском языке. Ребенок очень понравился, так как они неоднократно ее приглашали в Москву. И вот когда узнали, что она 17-го числа приедет в Москву, ее пригласили снова выступить на этом конкурсе. На международном конкурсе Starway в Москве девочка во второй раз стала лауреатом первой степени и привезла домой главный приз чемпионата. Потом я поехала на концерт, в «Эринс Дэй», там я встретила очень много друзей из «Голоса», пообщалась, выступила, получила кучу хороших эмоций. Несмотря на свой юный возраст, Анжелика уже точно знает, что хочет получить от жизни. Девочка строит грандиозные планы на будущее. Одна из главных целей – представить нашу страну на Евровидении. Я хочу стать знаменитой певицей, чтобы меня очень многие люди знали, чтобы я дарила людям радость, и им это очень сильно нравилось. Сейчас юная певица работает над очередным проектом, детали которого пока держит в тайне. Лучшее средство профилактики простуд и вирусных заболеваний – мед. Об этом знали еще древние мудрецы. Полезное лакомство, как лекарство, используют уже много веков. И при этом мед еще и очень вкусный. Тем более, когда есть из чего выбрать. В Центре культуры и досуга внеев начинает работу выставка «Медовая феерия», на которой традиционно представлены десятки сортов меда. Темный, светлый, чистый и с натуральными добавками, но любой вкус и ото всех недугов. Десятки сортов меда вы найдете в Центре культуры и досуга внеев. С 6 по 10 марта там проходит ярмарка «Медовая феерия». Качество этого полезного лакомства спасики пчеловодов Михайловых высоко оценили во многих городах страны, в том числе и в Сарове. Михайловы лично внимательно следят за тем, чтобы ассортимент меда удовлетворял каждого. Поэтому на «Медовой феерии» можно найти достаточно редкие сорта. Например, дальневосточный шмелиный мед. Он насыщен полезными веществами и идеален для больных диабетом. А еще, любимый многими, хвойный мед. На щитовидную железу хорошее действие оказывает. Потом против простудных заболеваний. Он обладает противовоспалительным свойством. Впервые на «Медовой феерии» мед с дягеля. Это алтайский мед, который улучшает работу желудочно-кишечного тракта и оказывает благотворное действие на суставы. И как и любые темные сорта меда, такие как тот же хвойный или каштановый, помогают работе сердечно-сосудистой системы. На ярмарке есть липовый, майский, цветочный, высокогорный мед. И мед с акацией, который полезен и подходит как взрослым, так и детям. Мед с акацией очень хороший мед. Он, во-первых, не кристаллизуется. Он очень долго стоит в жидком виде. И полезен детям. Аллергию не вызывает. На ярмарке «Медовая феерия» вам предложат и сами продукты пчеловодства. Перга, пыльца, маточное молочко и настойка прополиса на воде. Для детей очень хорошо сейчас актуальны смены температуры. Это как аэрозон брызгает в горло. От насморка тоже можно ее применять. Потом, если ожоги, не дай бог, это тоже обладает противовоспалительным действием. Все сорта можно попробовать лично. И остановиться на том, который больше понравится. Не пропустите. Ярмарка «Медовая феерия» работает в Центре культуры и досуга с 6 по 10 марта с 10 утра до 7 вечера. Это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16» в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работал Константин Перевозчиков. Всего вам доброго и хороших новостей.